Доброго времени суток, мои дорогие! И сегодня мы с вами снова поговорим о детях. Тема эта очень важная и для тех, у кого есть дети, и для тех, у кого их нет, или они уже выросли. Потому что так или иначе в каждом из нас остается тот маленький мальчик, маленькая девочка, которые в нас живут и до сих пор оказывают на нас какое-то влияние. Поэтому тема эта будет важна для всех. И когда мы сейчас будем говорить о возрастных этапах, то вы можете задать себе вопрос, немножечко свериться с собой, в каком состоянии я сейчас нахожусь, в каком эмоциональном вообще состоянии мой возраст. Потому что по паспорту мы свой возраст знаем, но эмоциональный наш возраст иногда не соответствует паспортному. И ничего страшного, здесь очень важно просто видеть, в каком я состоянии нахожусь, и тогда уже мы понимаем, что с этим делать. Итак, если мы начинаем сначала, очень важный этап рождения ребенка, и ребенок в этот момент находится полностью с мамой. То есть они, можно сказать, находятся вот так вот, да, такой очень близкой связи. Сначала ребеночек находится в утробе, потом даже когда он рождается, очень важно здесь такая близкая связь со значимым взрослым. Хорошо, когда это есть мама, или если вдруг по какой-то причине происходит такое, что мамы нет, то должна быть какая-то фигура, заменяющая для ребенка, такое состояние надежности, что мама вообще-то рядом с ним. И это очень такой важный этап, когда, по крайней мере, до полутора лет ребенок – это вот такая база, что он должен находиться со своей мамой, или уж по необходимости с человеком, который заменяет. А потом потихонечку, где-то вот к трем годам, начинается период, когда ребенок говорит «я сам». Это очень важный этап, который важно не пропустить, потому что здесь идет формирование ответственности, самостоятельности. Необходимо дать ребенку возможность почувствовать, что он отдельно, он начинает видеть, что я существую без мамы, мама может уже куда-то уйти, полезно иногда здесь уже маме куда-то выходить. То есть ребенок у нас остается один с кем-то другим, с другим взрослым, понимает, что мама приходит, то есть все надежно. Но главное слово этого периода – «я сам». И ребенок не хочет вашей помощи, он говорит «отойди, не трогай меня, я буду все делать сам». И вот иногда, когда взрослые люди не умеют обращаться за помощью и считают, что это какое-то проявление слабости, они вот так говорят «я сам, я никогда не пойду никому, я не собираюсь идти, например, к священнику, и не пойду я никогда ни к какому психологу, и к врачу я обращаться не стану, я все решаю сам». И на самом деле вот так мы диагностируем кризис трех лет, который обозначается, можно сказать, таким вот словом, с восклицательным знаком. Следующий очень важный период – семи лет, это кризис семи лет. И здесь такая основная ведущая деятельность – это обучение. Как раз в этот момент дети готовы к школе обычно, и мне хочется вам сказать, это очень важно, не торопитесь отдавать в школу раньше. Сейчас я уже знаю такие случаи, что даже в пять лет начинают отдавать, и в ранние шесть лет интеллектуально ребенок может быть готов, поскольку мы сейчас очень уж много их развиваем, и все интеллектуально – да, но эмоционально детям очень тяжело, психика не созрела к обучению, и мы еще слишком рано сидеть такие долгие, 45 минут – это долгий период, очень долгий, потому что ведущая деятельность до семи лет – игра, игра. То есть любое обучение должно проходить в игре. И, может быть, даже забыла сказать, но считаю очень важным, может быть, мы поговорим об этом отдельно, таким, что развитие детей в первую очередь – нахождение рядом с родителем, в игре, в простой жизни, и не надо никуда специально прям водить миллион мест, и давай туда, и давай сюда, в разные студии, мы сейчас будем развивать, развивать. В этом есть, конечно, такая уже напряженность, которая на самом деле ребенку мешает. Ему этого ничего еще не нужно, ему достаточно нахождения в семье, рядом, в простом общении, в игре, и вот это стремление быстрее развития отдать в школу, но вы, как бы, таким образом отбираете детство у своих детей, вы не даете им возможность реализовывать свою ведущую деятельность. И хотела бы вам сказать, что можно обратиться здесь к труду нашего известного всемирного педагога и психолога Выгодского, чтобы вы, как бы, прочитали возрастные этапы развития личности и не требовали от ребенка больше того, чем он может. И вот семь лет – это такой условный, и, насколько Вы помните, исповедь раньше семи лет вообще-то не предполагается. Почему? Не случайно это совпадает. Потому что это период осознанности, когда ребенок, у него появляется произвольность, что такое произвольность? Когда он чувствует, что я что-то могу сам, я могу что-то делать, я могу себя отслеживать, я себя вижу, и я уже могу себя контролировать. И вот именно на этом этапе очень важно привить ребенку любовь к учебе, да, здесь очень важен педагог, наставник, который станет для вашего ребенка значимым человеком на какое-то время. Вам придется потесниться и признать авторитет, что есть учитель, и вот Лариса Ивановна лучше знает, чем мама. Да, это временно, потом как-то это сравняется. Ну вот давайте сегодня остановимся, наверное, с вами на возрасте 7 лет и себя тоже продиагностируем. Где я? В каком возрасте я нахожусь? Ну, надеюсь, что чуть-чуть постарше, или ваши периоды, когда вы в возрасте 3 лет, кратковременные. И вы научитесь обращаться за помощью, потому что только сильный может просить о помощи. Всего вам хорошего, мои дорогие. Редактор субтитров А.Семкин